Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Александр Истомин. Сегодня в программе. День воинской славы России. В результате обрушения строительного крана в Донской столице пострадал Азовчанин. Двое несовершеннолетних пострадали в дорожной аварии на трассе Азов-Роговкина. Сегодня день воинской славы России. Такие дни установлены федеральным законом Российской Федерации 20 лет назад во знаменовании побед, которые сыграли решающую роль в истории нашей страны. Сегодняшняя дата приурочена к победе русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении. Битва состоялась утром 8 июля в шести верстах от города Полтавы и стала переломным моментом в затянувшейся войне России со Швецией за возвращение исконно русских земель и выход к Балтийскому морю. Полтавская битва – одно из великих событий истории России. Это сражение было дано Петром I и русской армии в ходе длительной северной войны со шведами. 29 июня, по новому стилю 9 июля, у Полтавы столкнулись русские войска и армия шведов во главе с Карлом XII. Соотношение сил было не в пользу шведов. Сам Петр поручил командование в этой прекрасной битве армии Шереметьеву, а лично командовал пехотной дивизией. Бои были настолько сильные, что шляпа Петра и седло Петра были пробиты пулями. То есть глава государства, царь, лично участвовал в схватках. Русская армия представляла к тому времени грозную силу. В огне войны и в результате военных реформ Петра I она стала регулярной, во главе которой стояли русские офицеры, выходцы гнезда Петрова, которые завоевали вместе с царем Азов. Петр I лично обходил войска перед Полтавским сражением и говорил солдатам о том, что они защищают Отечество, защищают свою родину. Среди солдат и высшего офицерского состава в Полтавском сражении были те ребята, которые начали свою военную карьеру при взятии Азовской крепости. Блестящий генерал Меншиков, вы видите портрет его, хранится у нас в экспозиции, проявлял чудеса героизма. Он носился во главе пяти драгунских полков за кавалерией шведов и одерживал победы и тут, и там. Великую Полтавскую баталию и первую победу Петра I взятие Азова объединяет очень многое. Победы под Азовом и Полтавой имели огромное стратегическое значение. Немым свидетелем Полтавского сражения стала сабля, которая хранится в фондах Азовского музея-заповедника. Ее можно увидеть в одной из витрин зала от Петра I до Барклая-Тетоли. В Азов в 1711 году Петр I направил коменданта Полтавы, который храбро с гарнизоном оборонял крепость Ашведов, полковника Келлина, он принимал участие в обороне Азовской крепости. Ну и общеизвестный факт, что захваченные в плен шведы были направлены на строительство Азовской крепости. Людмила Улихина, Валентин Сираж, Александр Истомин, Азов.Инфо. Азов с 2007 года входит в ассоциацию «Малые туристические города России». Одно из направлений ассоциации – увидеть большое в малом. В этом году был разработан бренд Азова – Азовское осадное сидение казаков, которое стало известно не только на территории Ростовской области и России, но и далеко за ее пределами. Азов в ассоциации «Малых туристических городов России» представляет Южное созвездие. Именно здесь разыгрались драматические события, важные для России. Так большое событие в одном маленьком городке стало достоянием всего мира. И в течение почти двух лет шла разработка бренда – бренда ассоциации «Малых туристических городов». Город Азов входит, можем сказать так, единственный, который представляет Юг России в этой ассоциации. Еще входит Алтайский край, Тамбовский, Тамбовская область. И большое количество городов Владимирской, Ярославской областей и Московской. Мы выгодно отличаемся тем, что у нас среди других территорий есть море. И мы называемся Южным созвездием. Основная идеология заключается в том, что в каждом маленьком городе проходила великая история. Сегодня начался капитальный ремонт улицы Мира. Как сообщалось ранее подрядчиком, стала компания «Дерсу-Дон», которой предстоят работы на участке от переулков Павлова до Маяковского. Капитальным ремонтом предусмотрено новое асфальтовое полотно, замена бордюров, дорожных знаков и нанесение разметки. 6 июля стартует предварительный этап работы. Движение по улице Мира от переулка Маяковского до Павлова будет закрыто для автотранспорта. С коммунальными проблемами так или иначе сталкиваются все. Будь то частный или многоквартирный дом. В некоторых случаях вопросы удается решить быстро, а некоторые затягиваются на долгие годы. Подобная ситуация происходит в доме номер 88 по проспекту Зои Космодемьянской. Здесь прохудившиеся канализационные трубы постепенно подмывают дом и не дают спокойно существовать жителям старой трехэтажки. На протяжении нескольких лет в доме по улице Космодемьянской 88 протекает канализация. Жильцы, чьи кладовки находятся в подвальном помещении, вынуждены подставлять ведра и постоянно выносить воду, которая течет из трубы. Собственники неоднократно обращались в управляющую компанию АЗОВ, сотрудники которой утечки не видят, о чем есть и соответствующий документ. В пятницу, да, седьмого числа, вот было получено от управляющей организации письмо, в котором написано, что они обследовали потеки старые, все высохшие и все сухо в подвале. Вот, мы никак не можем это добиться, для этого пригласили средства массовой информации, чтобы через средства массовой информации сделать заявление в прокуратуру, чтобы они считали это заявлением в прокуратуру, о привлечении к административной ответственности. По словам Дмитрия Файницкого, непонимание с управляющей компанией вызвано непринятием жильцами данного дома традиционных методов работы подобных организаций. То есть, собственники требуют сначала выполнения работы, затем уплаты денег. Управляющая компания наоборот. За пять лет у нас не было ни одного осмотра дома, ни одного осмотра дома, а деньги управляющая компания хочет нас собирать. Мы единственный дом в Азове, который в соответствии с жилищным законодательством сначала требуем от управляющей организации работу, а потом будем оплачивать эту работу. Но пока в Азове все управляющие организации сначала собирают деньги, а потом они на эти деньги придумывают какие-то работы, нужные, ненужные, никто не знает. По словам жильцов, за то время, что протекает труба канализации, от сырости начал проседать дом. Некоторым собственникам поэтому пришлось делать ремонт. От этого садится фундамент дома, у нас садятся стены в квартирах. Вот у меня, например, в пятой квартире у меня рухнула стена, упала плитка, так сказать. Вся штукатурка и плитка. Я считаю, что это из-за того, что садится дом. Я вынуждена была, естественно, заменить плитку. Поэтому вот мы обратились к телекомпании «Пульс» вот с такой просьбой. Может быть, управляющая компания как-то обратит на нас, вернее, внимание. По словам директора управляющей компании «Азов» Ирины Варченко, их организация всегда внимательно следит за всеми своими домами. И этот не исключение. Была действительно втечь, но небольшая, ликвидировали все. А по стояку, я не помню, в какой квартире, или во второй, или в первой, тоже была течь, как они говорили, собственники. Вот буквально заявление поступило от председателя. До этого заявления не поступало от собственников. Они сказали, что на протяжении пяти лет они пишут, но... Нет, не было заявления. Пусть они покажут это письмо. Ну, там, на самом деле, вот труба в подвале течет, у них там подставлены ведра, и вот они периодически выливают воду. Там капает и капает. Никаких ведер абсолютно не было. Ежемесячно снимаются и показания, и полностью обход делается, осмотр подвального помещения. Дом 1957 года постройки когда-то принадлежал заводу КПО. С тех пор, по словам старожил, капитального ремонта не производилось. Правда, проводку заменили в прошлом году, и пока на этом все. Кстати сказать, в этом доме когда-то проживал глава города, на тот момент председатель горисполкома Лукьян Иванович Измайлов. Так вот, когда решили устанавливать соответствующую табличку, отштукатурили только данный угол дома. По словам жильцов, срок капитального ремонта их дома назначен на 2020 год. Если к тому времени труба так и не будет заменена, то подвал полностью зальет водой. А пока в ситуации будет разбираться прокуратура. Екатерина Четверикова, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Азовчанину Алексею Кайрашеву, пострадавшему при обрушении части башенного крана на стройке в Ростове-на-Дону, срочно требуется кровь. Мужчина получил серьезные травмы и сейчас находится в реанимации. Алексей – отец многодетной семьи. Кровь нужна для получения препарата, поэтому подойдут доноры с любой группой. Желающие помочь могут обратиться в областную станцию переливания крови. Город Ростов-на-Дону, улица Ченцова, 71, дробь 63-Б. Или связаться с близкими Алексея Кайрашева по телефону 8-918-557-49-26. Двое несовершеннолетних детей пострадали в результате дорожной аварии, которая произошла на 11-м километре трассы Ростов-Рогожкино. Подробности сообщила государственный инспектор отдела пропаганды ГИБДД Ольга Каноненко. Вчера в 12 часов 10 минут в Азовском районе на 11-м километре автодороги Ростов-Рогожкино водитель 1987 года рождения, управляя самосвалом, подъезжая к перекрестку, пытаясь избежать столкновения с остановившимся для поворота автомобилем, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу и столкновение со встречным автомобилем Mitsubishi Outlander под управлением водителя женщины 1959 года рождения. В результате ДТП нестанавливали пассажиры автомобиля Mitsubishi Outlander 2004 и 2017 года рождения получили травмы. Воспитанники Азовского арт-медиа-центра победили на Всероссийском фестивале театральные витражи, который завершился на минувшей неделе в Саратове. Артисты представили спектакль «Чашка чая» по-английски. Это постановка по пьесе руководителя арт-медиа-центра Надежды Жеребила, в которой звучат стихи известного британского поэта Спайка Миллигана. И никогда не проиграл. Тот, байк и бастер-клау! Чёрт! Чёрт! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сегодня победители Надежды Жеребила и юный актер Петр Чумак в нашей студии. Здравствуйте, Надежда Юрьевна. Здравствуйте, Петр. Начнем, наверное, с самого главного. Расскажите немного о фестивале. В каком формате он проходил? Фестиваль проходит в восьмой раз. Это театральные витражи, это не просто фестиваль, это мастерская, в которой проходят сначала в течение трех дней показы спектаклей конкурсных, и это в день восемь спектаклей. А потом четыре дня, неделя идет фестиваль, и четыре дня дети занимаются тренингами. Тренинги потрясающие. Они идут по полтора часа, три тренинга утром, два тренинга после обеда. Занимаются с ребятами доценты, профессура Российской Академии Театрального Искусства и Санкт-Петербургской Академии Театра и Кино. То есть выше уровень. Если вернуться к самому спектаклю, вот мы видели фрагмент, можете вот в двух словах рассказать о чем? А тут, наверное, Петр, это вопрос к тебе. Я думаю, что этот спектакль о детях, которые всегда будут шалить, и хоть сто лет назад, хоть двести, хоть сейчас, хоть в будущем. Ты в этом спектакле, я знаю, играл сразу три роли. Вот расскажи, насколько тебе легко или, может быть, трудно было перевоплощаться во время спектакля? И что это за роли были? Были три роли. Это был Наполеон, Обжора и Почтальон. Мне было не очень трудно переходить из одной роли в другую, потому что плавно переходили события. И было не так сложно. А ты в жизни так же перестраиваешься? Нет. То есть все-таки у тебя в жизни есть какая-то концепция? Да. Ну, я хочу сказать, что Петя своеобразный у нас артист, но, наверное, это свойственно актеру. Он сосредотачивается на своей роли. В жизни он совершенно другой человек. А на сцене он живет спектаклем. И то, что отметили все, он получил награду за артистизм и исполнение ролей в спектакле. И я хочу сказать, что его отметили очень высоко. И именно за то, что он живет в спектакле «Здесь и сейчас». И он каждый раз, это свойственно не всем актерам, «Здесь и сейчас» он каждый раз играет свою роль по-новому. Надежда Юрьевна, я понимаю, вы автор этой пьесы, спектакля. Вот скажите, чем вы руководствовались в первую очередь? Что послужило выбором вот этой тематики, этого времени? Вот немножко вот раскройте. Ну, Спайк Миллиган писал в начале 20 века, а мы перенесли его стихи в 19 век, в викторианскую эпоху. Почему? Вы знаете, наверное, хочется детям показать красоту. Не красивость, а красоту, изящество. И, кстати, мы получили еще за художественный вкус в решении костюмов. То есть, мне сделали комплимент все члены жюри, они сказали, Надежда Юрьевна, у вас, сейчас скажу, как же это сказано было, у вас прекрасный вкус. И для меня это самая главная оценка. Почему? Потому что все очень стильно было сделано, особенно отметили костюмы. Кстати, вот до центра идти сценограф в большей степени отметили именно эту стильность, вот эти игрушечки, это все, мы на это потратили колоссальное количество времени. Но поэтому спектакль смотрится очень вкусно. И дети играют с этим. Они с этими предметами, со всем они этим манипулируют, играют, подушки летают. Вот. И, конечно, когда получаешь такую оценку, а там театров было 12, и это любительские театры, но они возрастные. Там есть и взрослые люди, и подростки, и дети. И когда 10-летние дети опережают театры, такие театры, как Москва, Тюмень, крупные города, где театральное искусство процветает, то я иногда, честно говоря, вот как-то теряюсь, что я получаю такую оценку, и вот мои ребята на таком уровне. Потому что лауреатское звание второе, гран-при не было. Было первое лауреатское, было второе лауреатское. И то, что этот спектакль получил вот такую вот оценку. Кстати, все ребята получили именные сертификаты о том, что они прошли огромное количество академических часов в мастер-классах со специалистами. Это для нас самое ценное. Петр, какой самый интересный мастер-класс был? Самый интересный мастер-класс было актерское мастерство. А кто тебе преподавал? Чем тебе это запомнилось? Что-то новое ты узнал? Я так понимаю, что сцена для тебя, в принципе, это твоя стихия. Да. Надежда Юрьевна, да? Как я понимаю, что перевоплотиться сразу с одной роли на другую, это все-таки стоит каких-то навыков. Вот что нового ты узнал в этих мастер-классах? Можешь вот сказать? Или для тебя что-то было уже известно, и, в принципе, ты ничего нового не узнал? Вот мне вот это интересует. Кто был преподавателем? Ты помнишь? Алексей Александрович. Алексей Александрович. Он руководит тюзом, саратовским тюзом. Он закончил школу Товстоногова. Вот, опытный. Но у него очень хороший контакт с детьми, и этим он просто вот располагал их к себе. Он выгрует, если я так понимаю. Да, и полтора часа они работали мастерски. Ну, тебе понравилось? Да, очень. Это здорово. Надежда Юрьевна, ну, если говорить о будущем, вот сейчас, я так понимаю, вы вышли, да, опередили там мастер-классы. Теперь что? Какие-то планы есть? Планы? Да, вот у нас есть план. Какой, Петя, у нас есть план? Что мы хотели поставить? У нас есть спектакль, да? Как называется? «Прощание славянки». «Прощание славянки» – это по документальной повести Натальи Сухининой. Мы нигде его ни на один фестиваль не показывали, но мы показывали зрителям. Зрители рыдают на этом спектакле. Это связан спектакль с войной и с детьми. Поставлен он в необычном формате, и мы очень хотим его повести на фестиваль «Русская драма». Это такой есть театр на Таганке, и очень хотим его показать там. Но скажите, если вот брать спектакль, с которым мы поменяли, с будущим, скажем так, вашим произведением, да, можно его будет как-то увидеть, может быть, азовчанам? Но, к сожалению, у нашего театра нет своей сцены. Это большая у нас проблема. Я надеюсь, что может появиться такое помещение, ищем мы, может кто-то нам подскажет, где мы могли бы сделать камерную сцену. Для такого города, нашего маленького, как Азов, я думаю, это как вот любой европейский город, должен быть в камерный театр на 50, там, ну, максимум на 100 мест, куда могут прийти зрители и посмотреть. Потому что получается, что вы уезжаете, показываете, а мы, получается, и не знаем. Вам удачи. Спасибо. Поздравляем еще раз с победой, с этими победами, потому что это не одна, а несколько побед. И ждем от вас новых произведений. Спасибо. Спасибо большое. В Таганроге завершилась российская спартакеада учащихся и чемпионат Ростовской области по парусному спорту, в которых участвовали воспитанники отделения парусного спорта спортивной школы Олимпийского резерва номер 9 города Азова. О результатах азовчан в следующем сюжете. В конце июня-начале июля акватория Таганрогского залива бурлила от горячих схваток гонщиков из 24 регионов страны за звание лучшей команды спартакеады учащихся России. В классе «Яхт-оптимист» в составе команды Ростовской области выступила учащаяся азовской шор номер 9 Валерия Базарова. Спортсменка призналась, что физически ей не было трудно. Стояла легкая для гонок погода, но пришлось испытать психологическое давление. Мне лично было нетрудно, правда, очень большой прессинг был со стороны Таганрога. Постоянно там протесты подавали, пытались меня дисквалифицировать, чтобы я была на последнем месте, но я выдержала. Команда Ростовской области заняла третье место, уступив всего три очка команде из Санкт-Петербурга. В областном чемпионате по парусному спорту лучшей стала команда города Азова, среди членов которой Валерия Базарова и Савелий Шилов. Причем юноша впервые участвовал в гонках такого уровня. Было немножко страшно, потому что соперник, который меня обогнал на области, был впереди. У меня была поставлена задача обогнать его. Ну, я его обогнал. Когда я выиграла, получается, регату, у меня переполняло счастье и много всяких муц. Гордость. Ну, здесь очень классно, то, что ты чувствуешь скорость, особенно в сильный ветер. Когда яхта несется, тебе в лицо брызги летят. Ну, это просто классно. Азовчанка Алиса Прокопенко в соревнованиях выступала за команду Азовского района. На этот раз ей не повезло с ветром. Мне было, ну, трудновато, потому что было мало ветра, и я, ну, не очень могу ходить мало ветра, когда... Алиса надеется гораздо успешнее выступить на областных соревнованиях в Волгодонске, в которых она принимает участие вместе с Савелием Шиловым. У Валерии Базаровой впереди первенство Европы в Болгарии. Победитель областного чемпионата в классе ЯК-29ЕР Ростислав Шульга. Ну, это классно, знаете, когда скорость, соперничество, ну, получаешь какую-то радость, адреналин. Это... Ну, мне, в общем, нравится. В классе яхт Лазер 4.7 лучшим стал Антон Тетерин, которого в парусном спорте больше всего привлекает возможность честной спортивной схватки. Мне он показался более увлекательный, развлекательный, более, как бы, настроен на спорт. Именно борьба в парусном спорте. Шкотовый Аким Папышев вместе с рулевым Евгением Чосовым на соревнованиях любого уровня, как правило, оказываются в тройке лучших. На этот раз пришли четвертыми. Возможно, из-за того, что перед соревнованиями пришлось менять сломавшуюся мачту на яхте класса 420, привыкать к новым настройкам. Но Аким считает, что не хватило именно везения. Там второе даже место можно было занять, там пару очков было. То есть не повезло. Что ж, многие месяцы тренировок, постоянные физические и теоретические занятия обязательно приведут к победам. Бывают трудности, и просто хочется это все кинуть, но потом ты понимаешь, что эти трудности-то не просто так даются, а чтобы ты их переборола и шла дальше. Татьяна Иваченко, Александр Истумин, Азов.Инфо. Это все новости на сегодня. Звоните и сообщайте информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. Впереди прогноз погоды. До свидания. 11 июля ясно. Температура днем плюс 27-29 градусов. Температура ночью плюс 18-20. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 43%. Уровень воды в реке Дон на 25 сантиметров выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 20 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин